Я занимаюсь 20 с лишним лет по здоровительной системе Нарбекова. В рамках здоровительного медицинского центра БРДАВИД это больше будет направлено на родителей, поскольку родители, любые родители, во-первых, имеют повышенную нагрузку, с детьми всегда работы много, во-вторых, они всегда эмоционально связаны с детьми, и дети, когда они маленькие, очень зависят от родителей, поэтому очень важно, чтобы родители эмоционально были спокойны, выдержаны, и чтобы физически были здоровы, чтобы выносить любую нагрузку, это не зависит от того, дети здоровы или какие-то есть проблемочки. В любом случае, самое лучшее начать заниматься здоровьем, как говорится, с молодым. У меня была незлокачественная опухоль размером 11 сантиметров, и за несколько лет, может быть, сам Нарбеков вылечил бы гораздо быстрее, мне это заняло несколько лет, но постепенно, постепенно она полностью исчезла. Во всяком случае, через пару лет уже не нужна была операция, даже если она есть, она уже небольшая, и угрозы не представляет. А потом она и вовсе исчезла, так что это мой результат. Качество жизни очень зависит от нашего здоровья. Гораздо больше мы можем сделать, успеть и вообще посвятить чему-то интересному в своей жизни, если мы здоровы, если мы болеем, мы занимаемся только своим болячками. В рамках нашей вот этой программы я хочу вот это особое внимание уделить родителям, поскольку они молодые, у них есть уникальная возможность начать раньше заняться своим здоровьем, прежде чем у них начнутся какие-либо проблемы. Наш организм запрограммирован на самовосстановление. То есть любая царапина заживает, любая простуда, даже воспаление легких, в общем-то, со временем проходит. То есть наш организм старается вылечиться каким-то образом, самовосстановление идет. Вторая, значит, второй такой постулат – это постоянная улыбка. Ну, спрашивать, как это там 24 часа, сутки улыбаться. А почему нет? Каждый миг ты проживаешь, вот секунда прошла, миг прошел. Можно, конечно, брови домиком сделать, насупиться и так прожить этот миг. А можно улыбнуться, развернуть плечики, улыбнуться. Значит, мы еще воспитываем у себя такое глубинное, так называемое, спокойствие. Если себя сравнить с океаном, вот если посмотреть на океан, на поверхности бури, штормы, что угодно, дождь, град, все, что хочешь, корабли могут, так сказать, утонуть, все, что хочешь, может произойти. А чуть ниже, буквально там 2-3-5 метров – полное спокойствие. То есть все внешние факторы там исчезают. То же самое можно у себя воспитывать, это внутреннее спокойствие. Да, внешних раздражителей очень много, но можно к ним, опять же, с позитивом относиться, и не пускать их вглубь себя. В этот момент, что у вас что-то происходит внешне, мы стараемся это внутреннее спокойствие активировать. Болечка прицепляется в момент негатива. А если вы в позитиве? Никакого сбоя у вас не будет. Этот центр меня поразил тем, что он, конечно, суперсовременный, удобный, красивый. И, в общем, здесь очень хорошая аура. Вот заходишь, нет ощущения, что тут что-то такое, где-то больные люди ходят или дети. Абсолютно нет ощущения. Такое ощущение, что все тут прекрасно себя чувствуют, настроение хорошее, ничего не давит, ничего не мешает. Главная причина, наверное, в создателях этого, так сказать, центра – сам Давид. Он, в общем-то, позитивный человек, обладающий многими знаниями. И с ним приятно общаться. И плюс ко всему у него есть результат. В основном все-таки у всех есть интуиция. И люди как-то чувствуют, что здесь им помогут, у меня такое ощущение. Во всяком случае, я не вижу унылых родителей, замотанных родителей. Все, в общем-то, очень приятно и выглядят хорошо. Так что вот я надеюсь, что всем тут смогут помочь.